В последние 8 лет на все усилия государства Израиль к достижанию мира Хамас и другие теоретические организации отвечают сериями терактов. Израиль стремится к установлению мирных и добросетских отношений с палестинским народом. Именно поэтому неустанно продолжаются попытки достичь мирного регулирования. В августе 2005 года мы в одностороннем порядке демонтировали все еврейские поселения на территории сектора Газа, не предъявляя палестинскому руководству каких-либо требований в надежде на то, что этот шаг послужит делу мира. С тех пор организация Хамас направляет все свои денежные средства и усилия на совершение нападений на Израиль, оставляя без внимания строительство и развитие в секторе Газа, что могло бы обеспечить его жителям более благополучную жизнь. Хамас также действовал против палестинской автономии и даже изгнал из сектора Газа ее представителей, пользуясь методами насилия и террора, давно ставшими визитной карточкой этой организации. Несмотря на открытые заявления организации Хамас о том, что ее целью является уничтожение государства Израиль, мы по-прежнему верим, что палестинский народ, Израиль и весь регион заинтересованы в достижении мирного урегулирования. Мы неоднократно заявляли, что мы заинтересованы как минимум в стабилизации. Недавно организация Хамас нарушила существующую в ходе последних месяцев договоренность о стабилизации и предприняла массивный обстрел населенных пунктов на юге Израиля ракетными снарядами, концентрируя усилия на попытках поразить жилые дома, школы и детские сады, торговые центры и любые другие гражданские объекты. Руководство государства Израиль проявило максимальную сдержанность, вновь и вновь обращаясь к палестинской стороне с требованиями прекратить атаки и вернуться к состоянию стабилизации. Правительство Египта, выступавшее в качестве посредника при выработке договоренности о стабилизации, также оказывало давление на Хамас, требуя согласия организации на продолжение соблюдения договоренности. Другие заинтересованные стороны также требовали от Хамаса прекращения обстрелов, однако руководители организации приняли решение демонстративно заявить о завершении периода стабилизации, сразу после чего последовал рост интенсивности обстрелов. В один из дней на территорию Израиля разорвалось 80 ракетных снарядов. Поскольку организация Хамас не прислушивалась к призывам международного сообщества и проигнорировала резолюцию 1850 Совета Безопасности ООН, требующую от Хамаса прекращения террористической деятельности и признания государства Израиля, у нас не осталось выбора. Мы должны были положить конец интенсивному обстрелу нашей территории и должны были сказать этой банде террористов «довольно». Продолжение следует... Продолжение следует...